В октябре 2018 года в присутствии почетных жителей города, родственников Роберта Эдуардовича, ветеранов и молодежи, состоялось торжественное открытие мемориала великому человеку. Собраться у памятника отца-основателя стало доброй традицией. И вот в минувшую пятницу состоялся митинг. Гостями встречи стали представители администрации, совета ветеранов, почетные жители Электрогорска, горожане. Именем Роберта Эдуардовича названа одна из старейших улиц города, стадион и, конечно, первая в России электростанция, работающая на торфе ГРЭС-3. Мы живем в том городе, который основал Роберт Эдуардович. И все наши сегодняшние жизни непосредственно, конечно, связаны с ним. От него не было бы его, не было бы, наверное, и нас. Поэтому, что хочется вам пожелать всем, чтобы вы знали свою историю, уважали свою историю и были продолжением этой истории. У вас, в ваших руках, особенно в руках тех, наверное, учеников, которые здесь стоят, конечно, наша история будет писаться дальше. Именно станции обязан своим рождением поселок Электропередача, ныне город Электрогорск. Кроме этого, имя Роберта Эдуардовича известно и за пределами нашего города. В его честь названы улицы и поселки в Рязанской, Брянской и Смоленской областях. Добрые дела всегда остаются в наших сердцах. Таким добрым, душевным человеком и был создатель нашего города, который строил этот город с надеждой, что в нем будут жить такие прекрасные люди, как вот вы. И эти люди, надеялся и мечтал о том, что эти люди будут строить город прекрасным, солнечным, радостным и светлым. Учащиеся лицея выступили на торжественном митинге, прочли стихи о великом основателе и исполнили песню Юрия Бодрова об Электрогорске. По окончании митинга к памятному месту возложили цветы и венки. Субтитры создавал DimaTorzok